Привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня видос будет крайне интересный, потому что я вам расскажу про устройство, о котором в СНГ почти никто не рассказывал. Это Альфа Пэй. Свобода платить, а как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а альфа выгодно. В этом видеоролике я расскажу вам о футболке с тактильной связью под названием ОГОУ, которая переносит чувство с игры прямо на твое тело. Честно говоря, я не думал, что когда-то я смогу сделать на нее обзор, но поскольку я загорелся данной идеей, я эту футболку нашел только лишь у одних ребят, которые в целом мне и дали ее на обзор, за что им огромное спасибо. И это ребята были из магазина виртуальные очки.ру, у которых крайне большое количество всяких устройств связаны с этим. Очки, шлема виртуальной реальности, контроллеры, целые аттракционы, видеокамеры и тому подобные штуки. Поэтому если вы хотели бы что-то из этого, обязательно заскакивайте к ним, ибо у них есть еще много чего, ссылку на них я оставлю в описании. А еще у них есть телеграм-канал, в котором они рассказывают о всяких инновационных вещах, связанных с виртуальной реальностью, да и не только. И я буду очень вам признателен, если вы залетите к ним и подпишите, ссылку на них я также оставлю в описании. Ну что ж, давайте я вам расскажу, что это такое, как это ощущается, но с вас обязательно лайк и подписка. Да-да-да. Первый раз я данное устройство вообще увидел по трейлерам, и по людям, которые тестировали это на какой-то выставке. Насколько я изначально понял, создана она была чисто под VR, ну а потом, когда уже вышла недавно Assassin's Creed Mirage, я обратил внимание на нее повторно, поскольку эта футболка вышла аж в специальном издании, а именно в окрасе под Ассасина. И детальнее поинтересовавшись, понял, что она применяется и в других играх, не только в VR. Лично та футболка, которую мне дали, она самая обычная, но дает абсолютно все те же самые функции и ощущения. Что касаемо списка игр, она поддерживается далеко не во всех проектах. И на официальном сайте указаны те проекты, где она работает. Лично я ее протестирую в Ассасине, в Форзе и в Хейло Инфинит. Да, она еще работает в World of Tanks, но я не хотел бы почувствовать в Форобите, и уж извините. И, кстати, да, обратите внимание, что футболку можно подключить и к консолям, а именно Xbox и PlayStation. Что из себя представляет комплект? Вот такая вот у нас коробочка, в ней у нас футболка, специальный гаджет, кабель Type-C, наклеечки, инструкции и дополнительные силиконы и вкладки. О них я расскажу чуть позже. Сама футболка на первый вид ничем не примечательная. Единственное, с замочком, разукрашена всякими символами, словами, а еще у нее из внешнего кармана торчит провод со специальным разъемом. Ну, как раз-таки для того самого гаджета. На ощупь она похожа на синтетические женские лосины. Я просто не разбираюсь в тканях, поэтому это первое, что пришло мне в голову. Хочется сказать, что она не универсальная. Она имеет размеры, то есть если вы крупнее меня, то вам пригодится уже футболка побольше. У меня размер лично М. Внутри футболки уже будут интересности. Когда вы первый раз ее раскроете, вы увидите некие датчики, которые будут облеплены пластинками, которые ни в коем случае выбрасывать нельзя. Ибо они нужны, чтобы силикон, который на датчиках, не склеился между собой. Да, поскольку вещь дорогая и уникальная, я прочел всю инструкцию, как ей пользоваться. И да, чутка вас расстроит, что каждый раз до игры и после игры вам придется все это снимать и заново наклеивать. Поскольку по инструкции эти липкие штучки должны будут прицеплены к вашему телу. На голое тело, а не на какую-то там футболку поверх нее. Первый раз, когда я об этом узнал, я чутка впал в панику, ибо кроме того, что каждый раз мне это нужно будет отклеивать и заклеивать, нужно еще одеть все так, что все это не склеилось. Ну а в случае подобных ситуаций, если вдруг силикон отклеился, у вас как раз таки будут те самые запасные. Ибо, как я понял, без силикона датчик не будет прилегать плотно к телу и вы будете уже меньше всего чувствовать или вообще не чувствовать. Эта штука чем-то, кстати, на липкий слайм похожа. Ну что, одеваем. Нам нужно еще снять немножечко отсюда. Еще одну. И сделать вот так. Я готов. Ну, в целом, вот так вот футболка выглядит на мне. Напишите, как вам. Что я могу сказать. Она прям довольно-таки плотно сидит, все чипы прям у тебя ощущаются, и они ощущаются, как будто себе делаю какую-то кардиограмму. То есть вот эти штучки, они немножко холодненькие, и, ну, такое, я бы сказал, непривычное чувство для футболки. То есть оно прилегает, и при помощи вот этих силиконов она прилегает еще больше. Но, в целом, футболка вообще никак ничего не сковывает. В ней прям максимально комфортно. Но, единственное, она в обтягах, то есть она тебя как будто придерживает. Можете написать в комментариях, как я выгляжу, наверное, как настоящий геймер, да? Вот, ну, не знаю, короче, в целом, как-то так. Давайте подключим все устройства и посмотрим, как оно работает, потому что мне немножко страшно, честно говоря. Так, нас попросят это все настроить. Ух! Далее смыл мускул, ну-ка. Я чувствую, я чувствую. Знаете, такое ощущение, как будто у тебя прям бежит маленький ток. Еще больше. А! Смотрите. Я не знаю, видите вы это или нет, но это уже десятка. А, блин, не туда нажал, сори. Еще больше. Понимаете? А! А! Это уже четырнадцатая. Ну-ка, ладно, пофиг, давайте дальше. Смотри, как колбасит. Меня очень колбасит. Смотри. Все, уже, уже, уже больно. Уже фух. Надо немножко это все до десяточки. До десяточки пойдет. Здесь есть всякие вот эти штучки. Ну-ка. Пуля, так скажем, стрельба. А! Вот здесь начинается ипульс, как будто. Как будто меня сузихи стреляют. Ну-ка. Ну-ка. Ветер. А-а-а! Это, это, это не ветер. Это, это точно был не ветер. Это был какой-то очень быстрый толчок. Толчок, такой, зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Ну-ка, пуля. Вау. Сейчас было классное ощущение. Оно было такое протяжи... Как сказать... Такое, как будто внутреннее. Как будто меня прям прожали туда. Это было прикольно. Ну-ка. Вау! Вау! Вот эта штука. Вау! Как будто... Короче, пуля вошла сюда, а вышла там. Топор. Топор ощущается, как будто бьют сюда. Но вот здесь еще какой-то эффект. Сложно описать, опять же. Я не знаю, что это за эффект. Но он бил сначала в пресс, а потом... Я не знаю, что это. Ну-ка, джамп. А, это прыжок. Только странный прыжок, на самом деле. Нет. Это очень похоже. Ну-ка. Нет, это опять похоже. Очень классно сделан эффект вот этого, входного, я бы сказал. То есть, он как будто входит и выходит. Это офигенно. Реально. Так, сейчас мы протестируем ассасина. А, чтобы вы понимали, у этой игры нативная поддержка. И поэтому поддержка здесь чисто в настройках. Вот так вот. Привязать. Сканирование. И... О, приконнектилась. Сейчас приконнектилась. Когда бежишь, ничего не испытываешь. Абсолютно. А вот когда... Когда подкатываешь, ты испытываешь такое, как будто у тебя по спине... Не знаю, как будто ты об щебенку дерешься. Ох, да-да-да-да-да-да. О, о, вау-вау. Смотрите, как у меня руки. Вы видите, да? На каждой абсолютно, я бы сказал, на каждую ступень... Ох, на ступеньку, на подъем. Ты ощущаешь это все. Ох, эликсир. Вот в ассасине практически все движения, они автоматом проигрываются. То есть, кроме ходьбы. Вот, например, я начинаю сейчас смеситься. Оп-оп. То есть, он делает такой удар, и я чувствую вот здесь и вот здесь. Вот, смотрите на мои руки. О! Ох, и сейчас почему-то у меня спина ёкнула. А, потому что я кого-то убил, понял. Вот, и, соответственно, тогда, когда я взбираюсь на какую-нибудь штуку... Оп-оп-оп. И у меня начинают вибрировать руки так, как будто я взбираюсь сам. Пресс, кстати, тоже. Вот, особенно тогда, когда ты прыгаешь и приземляешься. Он у тебя начинает вот вибрировать... Оп. Вот прыжок, и когда он приземляется, начинает вибрировать спина и пресс. Так скажем, слабенько-слабенько, но ты это ощущаешь. Ощущаешь, типа, приземление, я бы сказал. Я бы нашёл, на самом деле, сейчас какого-нибудь стражника и попробовал бы с ним порамситься. Ну-ка. Оп. Левая рука. Классно. Классное ощущение было. Мне ударили! Я прям почувствовал такую штуку. Да, прикольно. Вот сейчас я не понял. О! О! Меня сейчас замечают, и я сейчас реагирую прям сердцем. Так, тух-тух. Тух-тух. О! О, всё, меня заметили, у меня пошла реакция. Вау. Классное чувство, когда он назад вот так делает. И у меня такое ощущение, как будто вот моё тело делает так же назад. Прикольно, прикольно. О! Подхилился. Вибрирует, конечно. Ох. Кстати, падение не ощутил. Я ощутил удар вот такой вот. Ну-ка. Знаете что? Наверное, надо сейчас бежать. Надо погоня. О! Прям по спине почувствовал. О! И сдох. Я почувствовал, что я сдох. Я почувствовал, что я сдох. То есть такое, я бы сказал, ощущение, что по спине так... Как будто тебя... Ну, не то чтобы зарубили. Опять же, это воспринимается как ток. Но было прикольное чувство, что... Всё, ты сдох. По-другому здесь не описать. Не могу сказать, что ощущения, они правдоподобны в плане того, что... Как-то ты вот действительно приземлился, что... Ну вот, например, вот этот отход, он ощущается очень классно. Вот прям... Оп. То есть он... Вот, ощущение, как будто ты действительно отскочил назад. Вибрация. Видимо, я открыл новое место. О! О! Сердце! 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 Очень... Ой, блин. Прикольно тогда, когда... Ну-ка, вода будет? Вода, да. Смотрите на мои руки. Каждый раз, когда он плывёт, короче, то... Оп, 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 оп. Да. Каждый раз, когда он использует какую-то руку, у вас есть контакт. Это очень классно воспринимается. И очень классно тогда, когда вас замечают. Такая вот штука, она очень хороша будет для VR. То есть вот тогда, когда ты погружаешься, когда тебе кто-то стрельнул. Ну-ка. Вот, знаете, добавлю, наверное, такую вещь, что здесь ощущение этого, как и главного героя, такое, как будто ты ощущаешь его мышцу, как он делает. Он сейчас проткнул, и у меня, например, сначала заиграла левая рука, потом он напряг спину, чтобы его перекинуть, и у меня тоже напряглась импульсом вот эта вот штука. Так, меня сейчас попали или что сделали? Ну-ка сейчас, давайте. Да! Чтобы вы понимали, сейчас у меня попали спину, и я прям ощущаю это на спине. Стреляй, давай. А, что, не захотел? О, прям вот это было хорошее чувство. Ну-ка еще раз. О! Прям вот так вот. А! Прям, знаете, такое ощущение, как будто вот... Когда он бьет, и ты смотришь на экран, у тебя создается ощущение действительно как наискось. Может быть это, ну как сказать, физически это не так, но почему-то, когда глядя на экран, и он тебе действительно рубит, например, так, у тебя создается впечатление, как будто тебе вот так вот импульсом провели. Это забавное достаточно ощущение, вот, и это, короче, прикольно. Давайте переключим сейчас на другую игру, и проверим там все это. Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном, и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Кстати, с ПК-играми, которых явно больше в списке, настройка не такая простая, как в том же Ассасине. Большинство игр на ПК работают через бот. Вам нужно будет скачать лаунчер, в этом лаунчере найти компаньон для футболки, и каждый раз его запускать на фоне игры. И если вы все сделали правильно, то слева у вас будут настройки отдачи футболки. Единственный минус всей этой работы я увидел в том, что если футболка поддерживается через моды, а не в нативном формате, как это было в Ассасине, то на ней не факт, что будет большое количество ощущений, это как в Хейла, там всего лишь три вариации. Ассист, убийство и смерть. Сейчас мы будем тестировать Хейл Инфинит, со мной бустера, и в целом много кто сейчас смотрит в Дискорде на то, как меня будет вся эта футболка бить. Вот, а чтобы не терять время, мы запустим. Парни, можете поприветствовать ребят, мало ли кто-то там. Привет маме, папе. Всем привет. Всем привет. Всем привет, Джамбалуза. Здорово всем. Привет. Всем привет, да. Здорово, собаки. Я на рутые зумаки, да. Пойдем вот туда вот, пойдем. Тут кто меня увидел. Давай, я готов. Не наш похоже. Да, да, да. Зачем просто лишь? Ай, б***ь. А, убили его уже. Да, да, да. У меня, чтобы вы понимали, я, я, я почувствовал осколки прям по спиде. Чисто по спиде. Попробуй с руки, попробуй с руки кто-нибудь долбанует. Один раз. Один раз. Нет, он делает только на убийство. Он делает только на убийство. Дайте я попробую в вас стрелять, потому что там есть некий ассист, там килл и так далее. Я не понимаю. Зачем? Зачем здесь, как сказать, сделали мод на то, чтобы ты чувствовал, когда ты убиваешь. Ну, то есть я убиваю, и я чувствую, как бы, вот эту штуку. Прикольно. Макс, мне интересно, попробуй и взять некто способности в виде рывка, крюка, как это будет повлиять на твою... Я понял, я понял. А есть какой-нибудь крюк какого-нибудь? Самое фигово, то, что когда я убиваю, я тоже это чувствую. Я не понимаю, кто это сделал. А, это ассист, это был ассист. Это был ассист. Тебя просто начинает фигарить током. Знаете, чтобы не получить каких-то... Кстати, я получил рывок. Рывок вообще никак. То, что мне стреляет, я тоже никак не чувствую. Вот, но я чувствую тогда, когда убиваю, и чувствую тогда, когда меня... Когда я, ну, когда это самое... Либо я кому-то помогаю и так далее. Но чувства не, как сказать, не супер-мега-кайфовые. Все, вот понимаете, да? Типа, в любом случае я, по сути, проиграл. Неважно, я там стреляю, не стреляю, я проиграю. О, 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 и сзади, сзади кто-то... Вот, кстати, странно еще то, что тогда, когда я кого-то убиваю, я чувствую это намного сильнее, нежели тогда, когда меня убивает. То есть, когда меня убивают, я чувствую маленькое покалывание в руках и... и в груди, и в спине. А когда, например, я убиваю, у меня более такое резкое, более какое-то сильное такое вот это чувство. Вот, давайте, вот смотрите, а если два раза вы убью? Ну-ка. А! Два, два раза, два раза, два раза он так провибрировал. Да, сейчас. Я, кстати, начинаю привыкогать к этой боли. А! А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Вот, вы понимаете, да? Кроме... А-а-а! А-а-а! Я ничего сделать не могу, вы просто вот... Очень жалко, что, конечно, модами не прокачали, что, например, рывок какой-то, чтобы в спине, например, что-то вибрирует и так далее. То есть, мне кажется... Ой-ой-ой, сейчас меня зафигарят. Здесь дыхать намного приятнее, чем, наоборот, это как его, побеждать и кого-то убивать. 35 ударов. Где-то 35 ударов током. То есть, вот, он считывает вот эта программа и, соответственно, показывает, сколько раз тебе эта футболка, ну, как-то фидбэкнула. Поражение! Не, ну, в целом, неплохо. Кстати, после нее, ну, не остается какой-то, я бы сказал, боли. То есть, вот, вот этот ток прошел, все, конец и, типа, больше ничего. В той же Форзе, хоть и написано, что там нативная поддержка, к сожалению, в ней я так и не смог найти хотя бы намека на то, что игра поддерживает эту футболку. Поэтому вместо нее я решил попробовать Fortnite. Окей, оружие. Game Done, Game Done, попробуй поменять или давай реконт. А, да, да! Да! Хорошо, это было хорошо. Это было хаааааа! Меня почему-то не током. Ой, прям спину чувствую, прям спину чувствую. О, вот сюда, вот здесь было. Прям было, было, было. Спина, спина. Почему-то мне сейчас спину рикошетит. здесь больно стрелять здесь больно стрелять что вы понимали под каждую под каждую абсолютно под каждый я стреляю бьет она бьет это все бьет ты возрождаешься тебя тоже бьет ты стреляешь тебя бьет то есть я не понимаю как как не получить ток на понятное дело что это все настраивать но я сделал так чтобы это ощущалось о я сейчас выстрел с дробаша с дробаша а он мне прям вот прям вот как будто знаете как будто отдача по рукам вот странно что только я ощущаю так скажем при коннекте с кем-то о кстати смотрите я нырнул и у меня короче вот здесь вот здесь вибрация пошла в форте я скажу что намного прикольнее мод сделал нежели в хейла а я чувствую чувствую ну-ка перезарядка да да перезарядка работает ой перезарядка я бы сказал хорошо работает мне до сих пор бьет мне до сих пор бьет сейчас я бегу я вообще ничего я почувствовал я почувствовал я почувствовал я почувствовал я почувствовал я не знаю увидеть вы или нет но поверьте мне вот вот здесь вот 209 раз несмотря на то что в роликах и в целом по заявлению вас ждет в этой штуке около там 30 всяких ощущений ощущается это все равно как некое покалывание током где-то быстрее где-то медленнее где-то сильнее а где-то слабже это не минус просто тут изначально надо понимать что чипы не обеспечит вам какую-то влагу или порыв ветра и вся вот эта штука аля там кровотечение звучит очень много обещающее но по факту это все еще электрические колики которые имеют некую вариацию опять же для того чтобы это как-то понять нужно вспомнить вибрацию на dualsense это самое приближенно для объяснения но только по всему телу если делать какой-то вывод о футболке это очень классная вещь если вам недостаточно фидбэка от игр и всю эту технологию можно описать как дополнительная вибрация ибо она как раз про это только на твой торс и часть рук весь этот процесс обратной связи он моментальный и не болючий как могло показаться он больше неожиданный и захватывающий ваши мышцы отчего тебе либо дают ощущение либо чутка сковывает жалко конечно что я не могу протестировать это все в яры играх ибо у меня playstation vr 2 он пока компания подключается а на плоте нету игр с поддержкой данной футболки но глядя на то как ощущается это в обычных играх могу сделать вывод что с этой штукой погружение в виртуальный мир будет намного круче единственное все будет зависеть опять же от проработанности мода насколько много вариаций ощущение будет и насколько они будут сделаны прикольно то есть чтобы это все понять это нужно опять же протестировать поэтому я считаю что это прикольная технология но далеко не идеальная и не для всех поскольку игры это больше про расслабон а конкретно эта штука она про ощущение которая заставит вас чутка вздрагивать поэтому в обычных играх это тоже прикольно попрут но играть на постоянной основе я бы не стал ибо одевая подключая приклеивая заклеивая но вот поиграть в варе я бы такую штуку очень хотел бы ибо там погружение мне кажется будет намного больше короче хотите острых ощущений обязательно попробуйте такую футболку я очень надеюсь что вам было интересно послушать этой технологии очень надеюсь что вы как минимум оцените видос лайком подпиской ну а также загляните в телеграм-канал к ребятам которые мне ее и предоставили за что им еще раз огромное спасибо всем кто смотрел спасибо за просмотр и до новых встреч пока 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 пока